Приветствую вас, ответить мне бы хотелось максимально осторожно именно в вашем случае. Видите ли, вы называете себя паранойком. Паранойк это человек, у которого паранойя, тромеридантные расстройства, и в этом случае, в случае, если у вас действительно паранойидантные мысли, вам нужно обратиться желательно очно к врачу, психотерапевту или психиатру, для того, чтобы он вам помог решить ваши проблемы. Потому что психолог не имеет такого права вам что-то диктовать, что-то говорить, когда речь идет именно о психическом заболевании. Так вот, это я хотел, чтобы вы четко поняли. Если вы позиционируете себя, как человек, у которого есть психическое заболевание, то вам необходимо обратиться именно туда. Следующее. Если предположить, что у вас все же страхи, как вы говорите о том, ну, как вы пишите, что вы боитесь всего, что у вас везде печальный конец и так далее, то это эти страхи имеют за собой некую определенную причину. И с этой причиной можно и нужно даже разобраться. понять, то есть, понять, например, с какого момента у вас начались эти страхи, как давно они вас беспокоят и так далее. Обычно за одним страхом, за теми страхами, что у вас есть сейчас, кроется невыраженное переживание, невыраженное правильно переживание, скажем так, невыраженное правильно переживание кроется за вашим страхом. И можно говорить о том, что если удастся найти ваш основной источник переживаний, если получится найти ваш основной элемент страха, то самое невыраженное переживание, которое у вас когда-то было, то соответственно можно будет очень эффективно проработать и все ваши остальные другие страхи. То есть важно понять, что когда-то, когда-то, скорее всего в детстве вы испытали сильный страх. И этот сильный страх засел вас в сознание, засел вас в подсознание и теперь каждый раз, когда вы видите какую-то для себя опасность, вы пытаетесь ее предугадать. Вы пытаетесь эту опасность предсказать. Тогда думайте на несколько шагов вперед. Это вот такая защитная реакция. То есть человек, который пытается предусмотреть быть впереди на несколько шагов в опасности, это человек, который пытается себя к ней подготовить. Это защитная реакция. И подобная защитная реакция связана с тем, чем с подспутным стремлением например контролировать все. Например, со страхом потерять контроль. Например, с тревожностью, с повышенной тревожностью. То есть тревожность это такой отдельный можно сказать симптом, который требует такого же отдельного разбора. тревожностью несколько определений. Мне наиболее верным кажется определение, согласно которому человек, избытывающий тревогу, не может должным образом правильно отследить те вещи, которые в его жизни поменялись. То есть например, произошли какие-то события. и эти события они не вписываются в общую картину, в общую черту, в общую палитру, в общую схему того, что вы делаете например всегда. и вы тут же сталкиваетесь с определенными ситуациями, которые с которыми вам непривычно, которые вы не могли предугадать, и соответственно из-за этого вас возникает тревоз. тревоза ну и как следствие необходимо проанализировать, что у вас произошло в жизни, для того, чтобы было понятно, что именно вызывает тревогу, а далее просто-напросто проработать модель поведения вашим в этой ситуации, в новой ситуации, которая вызывает у вас дискомфорт, для того, чтобы она вас больше не нервировала. То есть, как видите, это не так уж и сложно. Но это работа. Это работа с вами. Это консультирование. И это только при условии, что у вас отсутствуют психические болезни, паранойя и так далее. То есть, сперва вы диагностируетесь у врача, психотерапевта, психиатра, и потом уже, если диагнозы у вас не подтвердились, то вы обращаетесь к психологу за личной консультацией. Вот так, в рамках одного ответа на вопрос, вам помочь преодолеть свой страх невозможно. Потому что нету четкой картины вас. Непонятно кто вы, какое у вас было детство. Может быть, описывая детство, вы наткнетесь на тот свой первичный страх и рассказав его, вырезав его, вы на самом деле почувствуете, как вот эта тревожность, которая у вас есть, постоянное ожидание чего-то плохого вас отпускает. Ну, например, как вариант. Это тоже нужно очень хорошо понимать, это тоже нужно, в этом тоже нужно отдавать себе отсчет. Но это работа. Поэтому, если вы готовы к этой работе, то, соответственно, в определенной последовательности, в той последовательности, которую я вам предоставил, вы можете действовать, и тогда ваша проблема будет решена. Не сразу, постепенно, но будет. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались. Буду раз помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!